что доброе утро начинаем неделю вот такого видона я не знаю что у вас там видно короче ничего не видно только вперед смотрите время минус три у нас вдруг уже весна должно все цвести мой кабриолет свистит почему-то все замерзло и даже багажник не смог открыть вчера был дождь слякоть но тепло было 15 градусов а здесь минус 3 время 348 но это по вчерашнему времени сегодня поменялось поэтому типа 4 48 но она 348 а здесь джонни свистун джонни скрип скрипун здесь джонни свистун ладно все едем в машине сейчас 10 минут а уже здесь разморозилась почти у меня сидушка подогрев сидений так что мне нормально все едем понедельник выдвигаемся на работу ох прошло уже почти 12 часов ну как понимаете в три часа проснулся и как бы состояние не такое чтобы рассказывать и веселиться такое но сейчас уже кофейку выпил загрузился уже еду обратно очень классно прошла загрузка быстренько вот так что везде загружали короче подъезжаешь было свободно это у нас голландия роттердам обездная вот такая 80 надо ехать еду не спеша вот чувак спеша я читать что-то я очкую вот с бочкой полная особенно ездить пока или я так всегда буду ездить как-то здесь волны и блин 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 я чуть зря в эту полосу стал за хей там какой-то что там фурос не едет почему-то ну поехали не было пробки не было да по ходу появилась у меня в чем прикол 277 километров 33 37 показывает навигатор а у меня времени 326 то есть 10 минут мне не хватает чтоб доехать и пойти домой переночевать завтра в 9 у меня новый прикол короче даже раньше 830 поэтому ладно вот так что хотел сказать оставляешь прицеп нет машину загоняешь и все и они иди-иди в столовку там кушай кофе там бесплатно чай через 40 минут подходишь уже все сделано все загружено сел поехал выехал классно поэтому быстренько за час все мы сделали документы и поехали обратно теперь будет у нас этот как называется доедем не доедем короче за это время но я думаю если не будет пробок жестоких то мы даже эти десять минут сможем и нарушить это так звучит камера если впереди то-то-то-то-то так что вы так наверно сегодня ну может посниму если доеду или не доеду или что-то случится но больше так на сегодня не буду ничего снимать не особо такое настроение камеру повесить надо ну вот такое сегодня такой день ну более-менее три ночи встал вот сейчас уже два и нам еще три часа ехает но часть ков 6 может доеду пойду высплюсь дальше пойдем дальше работать так что батарейка уже села не понял еще красная показывает что батарейки еще так где звук media bluetooth ладно я посмотрю и вы смотрите это я пока утром 9 утра вторник на загрузке на 9 загрузка но в 9 до 9 15 у него пауза мы подключили шланги все только запустить он придет уже запустит потому что надо в его присутствии ну чтобы он был здесь пока вдруг что-то случится показа загружается поэтому ждем 15 минут но потом только открыть краны и обратно сидеть ждать минут часе где-то надо будет ждать так что сколько там серия 45 минут все всем приятного просмотра счастья чайку сделаю что-то там с печенькой будем ждать готовится сегодня поедем 300 километров 320 туда 320 обратно надо успеть посмотрим как пойдет встретим не комбинезон модный отдел комбинезон сделал работу снял и все и под низом все чистенько хотя там вообще делать не там один шланг надо подключить холодного им в этой гермашки капец этот смотрю 25 у него у меня здесь минус 3 выезжал из дома 8 утра ноги замерзли сейчас печку включу ну короче все пока холодно погнали ну бум смотреть хоть у куку людей тепло хорошо слушаемся да обязательно так отсчет а у меня будет обзор на данилина видео ну кстати видон да а кто ему подсказал с видоном андрей прям бомбически ровненько стоит молодец и уже жара у них это у них сколько февраль у нас март а у нас минус 5 не будем нам лень картинка зашибись все я погнал доброе утро всем проснулся поспал в машине второй раз за месяц она завел стоим на мотал мотал очках моло . так типа что-то надо проверять до пацаны обход делать что могло произойти с бочкой за ночь могло спустить колесо ну чё это максимальное давление это нормально наверное нормально он груженный не украли колеса уже вчера говорил с шефом сказал шум возможно летом поменяют уже новые вот там через пару месяцев как бы тут 0.01 наверно есть надо 0.06 можно ездить так я учил пьем чай едем встал на автохофе на последней минуте как я люблю у меня было минут 10 я просто кружился искал место подальше от репов поровней кабина все становились в эту сторону но спуск вниз я думаю да нет а я встану в другую и вроде ровненькая кабина у меня получилось выспался вообще офигенно что-то горло блин горло походу к сожалению 10 евро автохоф ничего тебе не входит в эти 10 евро не пожрать ничего но шеф сказал давай мне эту чек мы тебе возвращаем деньги ночуй в автохофах без проблем я за всю свою жизнь наверное только раза два-три на автохофе спал ладно пойду чай делать чуть проветрим после ночи нормально у меня тут поместилось одеяло подушка все под одеяльник все убрал мне только покрывалка здесь на крючочке все телек не успел вчера в 12 приехал места тут были немного но было большой автохоф в 12 ночи это по седьмому автобану уже после ганновера вверх на гамбург большой здесь всегда есть места шеф мне сказал едь потому что я вчера боялся ехать дальше там взял этот взял этот прицеп вчера был с другим кстати подписывайтесь на телеграм там я выкладываю фоточки почаще по всякое такое что вижу интересное может какие-то фуры крутые поэтому подписывайтесь хочу добить там тысячу но вряд ли наберу пока там 330 человек ну там можете видеть более экшовая вот смотрите вчера какая у меня бочка была и здесь видосик на один день раньше иногда бывает я запускаю его как залил сразу запускаю а потом для людей для всех остальных я открываю утром его например так что вот так все пью чай печеньками едем дальше расскажу вон да мое горло что-то я холодное попил всем привет подписывайтесь на канал куда-то он смотрит вечно такой он какой-то косой ну это же заяц он косой заяц ладно поехали чуть прокатимся что питатель так дверь открыта это бочка вообще у нее центр тяжести высокий и она однокамерная и когда разгоняешься там начинает это болтыхаться и вот так машину вперед-назад вперед-назад и в повороты когда заезжаешь вообще надо медленно потому что она высокая и полная 22 тонны вот сейчас снимем как мужик писает пацаны смотрите ха-ха-ха мужик писает молодец что писает в траву а не на асфальт короче на автохофах места есть но здесь их побольше это у нас орал есть еще до этого шелка чуть поменьше здесь видно есть много паркингов ну короче я бы не сказал чтобы было прям свободно но были места раньше за 10 евро покупал на 6 евро мог покушать там в душ сходить а сейчас на 10 евро заплатил и ничего тебе отдыхай дают тебе талончик и ты его ставишь на лобовое стекло колеса качает макдональдс есть тут какой-то ресторан мойка девушки там какие-то нарисованы стриптиз клуб что там я не знаю что здесь такое уголок дальнобойщиков правда ничего такого толкового я не нашел памятник мисс Пеппер макдональдс был закрыт и сейчас походу закрыт еще не знаю машина стоят я очень медленно разгоняюсь потому что не хочу не хочу там удыхать ну и тяжелый вперед назад тянет я сначала первый раз что такое шеф что это такое это бочка там болтается офигеть я уже немцем стал вы тоже учите как раз все равно придется работать по Германии знаете как помогает когда знаешь хоть какие-то там цифры движения вперед назад и взглянуть линк слева право ворота едем в Гамбург под Гамбург под Гамбург выгрузим эту бочечку и поедим домой возможно сегодня пораньше я поэтому и остался ночевать в кабине потому что вчера я бы приехал домой в 10 да может даже позже плюс потом бы поспал и надо было раньше вставать и ехать а я вчера проехал больше до Гамбурга то есть это мне выгоднее а иногда так сильно булькает что аж так делает трясет это волна обратно 99 километров до цели а 8 по автобану шикарно все шикарно на этой разгрузке терминов нет вообще у меня на работе терминов нет ну плюс минус в этот день ты должен привезти даже иногда и не в этот в следующий вот тут сплошняком фуры идут так что включаем автопилотик пьем чай да подсело у меня горло подсело ничего прям холодного не пил черная бочка черная бочка вообще-то не очень хорошо она нагревается я понимаю что модно но наверное там может что-то такое что не боится жары а наоборот даже моя мой материал когда тепло он более жидкий и он легче загружается легче выгружается быстрее мне не нравится этот автобан эта часть вообще седьмой автобан о какой броневичок едет своим ходом плохая будет дорога вон баги стоят вычисляют кто кого обогнал там вон францпол поехал там наверное разрешено плохой будет бетонный сейчас дальше двухполосный обтон запрещен ладно 80 километров это даже меньше потерпим да и вообще а вот здесь обгон разрешен я не знаю стоит ли там машин 20 впереди и что я буду сейчас все 20 машин сидеть обгонять смысл ноль так что терминов нету там есть у них бочки мы привозим материал если те бочки пустые то мы заезжаем разгружаем если они полные то ждем поэтому на эту фирму привожу походу только я ну наша фирма поэтому я знаю я был там в понедельник и там было почти все пусто я привез только пол бочки одну заполнил полностью другую наполовину прошло уже три дня там уже точно есть место поэтому приезжай в любое время погружайся завод работает не знаю круглосуточно но не знаю час 9-20 часиков 10 ну через полтора два часа буду на месте а так бы если бы я домой поехал все равно мне все равно едь домой как хочешь то я бы мне бы сегодня надо было ехать почти 4 часа в одну сторону потом паузу ну потом выгрузиться и потом обратно 4 часа а так я вчера проехал 2 и осталось полтора жёнушка написала что малыш что ещё спишь нет доброе утро ладно я отвечу попью чай с печеньками ещё что-нибудь покажу ага приехали раньше домой называется пробочка пробочка у нас пробочка так сколько пишет 6 минут ага 6 минут да да и вот она только сейчас появляется вот народ останавливается поход что-то серьезное только что ну не только что ой 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 здесь парк паркинг сейчас будет возможно заехать лучше переждать вот это вот это ну вот ну вот ну ёпты вот так всегда вот так всегда штау ляндия стояла стояла одна вольва переднее колесо лопнуло на обочине новая да переднее когда лопается нужно держаться за баранку ладно не буду я вас мучить пробка я сам помучусь а вам включу когда уже будем лететь и кайфовать 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 ну не угадаешь не угадаешь никогда я когда прошлый раз ехал в обратную сторону здесь как бы две дороги есть по первому автобану и по седьмому одинаково и смотришь блин вроде там что то есть пробочка поеду по зеленой поехал потому здесь рассосалось а там как завис на два часа так что как говорит мой шеф лотерея как повезет я вижу горизонт и там стоят ну хватит меня ну куда вы все претесь черти я тоже мог бы поехать здесь огонь не запрещен блин да нет блин да нет ну да нет ну нет ну нет пострадайте со мной не буду я вас выключать ха 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 шучу даже наверное на парковку если заехать уже парковка забита все так думают а ну да я пережду на парковке все это скрипит так надо было мне проснуться и сразу ехать без обходов и чаепитий надо бы если бы если бы да кабы мерседес крутой украина пацанчики в кепочка о боя это за ними уже поехали но если это за ними то классно что-то я сомневаюсь ну вот сейчас едет полицай только едет даже скорая ооо 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 короче можно ложиться смотреть телевизор я так думаю хера знаю а на парковке я тоже места не найду там уже все такие умные или пацаны быстро решаем решаем на парковку или едем дальше двигаемся по счету двигаемся потому что народ на парковку уезжает да все сейчас думают на парковку поехать или или дальше пилить на парковку на парковку ну давай если мы едем на парковку ну вон чувак уже стал как бы то мы стоим а люди двигаются время идет у нас времени впритык или не впритык у нас времени ладно поехали что стоять тем более вон пацаны уже все парковочка смотрите как красиво комбайн везут джон диры класс какие-то плуги офигеть какие-то колеса какие-то широкие пацаны обещал вам выключиться ну хочу я за три дня что-то сказать что пацаны а на украине к а русская к это какой регион хотя какая разница какой регион у нас в молдавии уже отменились поставили номера вообще на обум чтоб не нельзя было определить с какого района региона почему даже здесь в германии сразу смотришь на номер х гамбург тесла вон там марс видите вот к 3400 нельзя нельзя личную жизнь показывать других забанят уже начинается на парковке чувак реально встал ни туда ни сюда другой сигналит непонятно а кто такой сигнальщик жесткий такой злой пацан пошел поссать ха ха ладно давайте вам наверно не так весело включить в монитор вот тут сигналит жестко кто-то такой злой поехали давай поехали вы не видите там гору там гора видно все едем по обочине чуть потому что сейчас будут может еще какие-то спасательные машины ехать все равно будут все шкирицы шо-шо сигнал все капец забита парковка ну это какой-то реальный такой плуг серьезный с такими колесами ну колеса такие это чтобы не 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 закапываться в грунт что-то это похоже на мешалку сена потому что есть такие вертушки он раскладывается они когда стригут сена она ну сушится потом ее надо перевернуть проезжают ее разрыхляют чтобы она хорошо просушилась ну это мои предположения я вообще без понятия ну и возможно средний ряд чуть 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 пошустрее едет смотрю тот джон дир уже так метров двадцать меня опередил сейчас короче все встанут а потом может поедут а поеду через часик до встречи парни короче перебрался я во второй ряд так под шумок вроде эти все таки пошустрее та подруга смотрю там на это на чем она на мерси на габлин на здесь на торпеде жвачку жует в телефон втычит а поехали за рулем вообще огонь огонь баба ты дома с детьми сидишь а баба херячет зарабатывает баблишко вот еще один пацанчик блин неудобно на дафе на мерси наверно удобнее на скане здесь специально поставили эти кнопки чтоб ногу так нельзя ставить да и вообще как то здесь такая посадка как у легковой и не хочется ноги куда то деть я на дафе тоже то туда то туда а здесь как сидишь вроде так редко там сюда ногу поставить ага только переместился я на другую линию мы остановились все равно я уже машин 10 обогнал уже лучше о пацанчик заехал в пидстоп на парке потом выезжает его уже никто не пускает зачем заезжал теслочки новые которым уже сколько лет это еще опель курса ну типа те же года вышло ну старая короче у теслы дизайн не меняется если вот поставить тех годов курсу или там я не знаю какой то опель или фор фокус то вот типа смотрите тесла до сих пор еще модная молодежная фокус уже на него посмотришь ой блин прошлый век так что погнали пацаны погнали да больше плача больше плача больше плача чем пробки и бэби вот так всегда так наш люд любит поплакать ухудшить ой 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 о горе другие должны тоже сказать о боже как все плохо мы вам сочувствуем и поддерживаем да не будьте такими пожалуйста надо быть уравновешенными спокойными жизнь продолжается идет как говорил один умный человек никто вам не обещал что будет жизнь всегда идет к лучшему и лучшему сегодня хорошо завтра как я работал седальнобойщиком в германии а потом права забрали работы нет ребенок родился а сейчас скажу да вот германии помогла вот но помогла потому что я сюда приехал я тут поработал заплатил налоги да если бы не помогла бы уже поехали бы я думаю разобрались как-нибудь продал бы машину сделал бы права за деньги там есть много вариантов чем плакать фейсбуке и кого-то винить по тонкому лезвию иду по тонкому ничего 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 я же имею свою точку зрения и могу же ее высказывать или нет так мы едем это хорошо возможно скоро увидим происшествие но я думаю если проехала только одна скорая там какой-то бабки стало плохо на обочине уже стоят так пока я в пробке самое плохо вот так ехать и медленно катиться же время уходит а если остановиться постоять время стоит не тратится потом оп проехать и опять остановиться ух ты для цепей у него такое колесо диск прикольно вообще интересный прицеп мужик такой модный с бородкой настоящий дальнобойщик немец и вот так так намного лучше и не тратится время вождения вот все я проехал полминуты иногда даже не засчиталось ничего вот так а когда катишься 30 то минутки уходят и должен ехать 90 а ты едешь 10 ой что-то голове стрельнуло на что-то кто-то там скоро по идее уже должно быть все что-то должно быть ага мы где-то в середине чуть-чуть больше середины ну будет такая серия штавляндия контент постояли с Андреем в пробочке что вам только красоты вам показывать смотрите горы смотрите озера смотрите какой кайф я про разгрузился и поехал и вообще сижу себе тут вообще ничего не делаю кайфую мы с тобой кайфуем мы с тобой кайфуем нет тесла реально выглядит борзо ну можно фары поменять может они меняли фара так в остальное все нормально не сказать что старый дизайн или что-то ой как я разочаровался в этих электрических машинах короче в автошколе короче в автошколе у учителя был айди 3 вольсваген кайфан типа будущий я так и ну решил по поспрашивает шо как пооткрывал посидел и короче я такой ну шо электрический ништяк вообще можно смотри почти бесплатно ездить он говорит ага сейчас вот смотри видишь зарядка на ней надо заряжаться полдня это такая средняя дома даже за ночь не зарядишь полно ну правда из простой розетки там процентов не знаю сколько там за ночь мало так вот на быстрых можно там за час за полтора за два зарядить но там цена и здесь цена даже где за полдня ну не полдня там часа четыре сколько он там сказал стоит он горит тридцатка 30 евро полный заряд и проезжаешь на нем 300 400 километров как инвалид ты не топишь 200 250 а едешь как инвалид и по этому а я говорю так а у меня вон там этот мой гольф я заправил на 50 евро и еду 600 километров 700 я говорю а в чем тогда экономия я заправился за пять минут он говорит ну вот нету почти экономии это детка а понятно один плюс типа плюс в минус превратился окей не экономно потом думаю но зато смотри там у нас ремни и свечи гидроусь там вот это всякие жидкость а у тебя как телефон батарейка там все отчет ничего ремонтировать не надо он такой ну и я она открой капот думаю ну там впереди багажник и все там пластмасс поставил сумку нету ничего ага там всякие помпы охлаждения аккумуляторы там аккумулятор есть еще один обычный как на машине короче все в трубках тоже там все забито чем-то там не багажник мы по-крайней мере в этом айди 3 я такое это что же надо чинить менять жидкости там все эти тоже да понятно а я думал там просто батарейка зарядил поехал нет ладно окей ну зато наверно круто внутри там все мал компьютеры шмутеры мониторы захожу короче какой-то здесь маленький мониторчик здесь обычная магнитола весь салон пластмассовый тряпчатые сидушки я говорю брат что это что за все пластмассовые короче вообще мониторчик у тесла хоть посередине здесь моего гольфа здесь все нормально руль кожаный двери ну нормально есть и материалы красиво пластик такой мягкий а там вот так вот так я такой брат что это и сколько стоит говорю такое чудо он говорит ну полтинник минимум что я гольфа за блин за пять можно забрать чем гоните короче нет минусов у нет плюсов вообще нет плюсов а он сказал ну зато когда едешь так делает делает ну да прикольно как нажал на газ а там и все далеко не уедешь заправки есть по германии ждать короче все я сказал нет 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 это это большое она дороже из-за этих батарей дорогая а внутри они за счет этого удешевляют обшивки чтобы была не слишком дорогая машина и получается параша параша полная не знаю так что я разочаровался я думал я смотрел есть дача маленькая на работу есть электрическая ну что пришел домой в розетку кинул и поехал наш ничего чинить не надо ничего тут ремни грм там ролики помпы насосы оказывается там тоже много все есть я такой все они спасибо не надо но одна машина мне электрическая нравится дизайн она очень круто она наверно под 100 тыс стоит или не за может 80 не знаю что там по салону ну короче skoda есть skoda джип электрический там название кел киак как короче хер поймешь очень крутой дизайн но нет сейчас по мне вот чтобы я взялась дай мне все деньги мира я бы взялся rs6 вот этот таз никакой там не porsche даже не ferrari rs6 или этот skoda но она не знаю электричка я пока нет дай вообще это понты 100000 я лучше я возьму такую scania и буду на ней зарабатывать бабло а на работу ездить вот если купил кабриолет за пушку и все так мы будем выезжать у меня уже слова закончились уже камера сейчас сядет видите опять катимся блин а этот был в пледе нас или что там сейчас попробую по встрече а я же говорил что мы посередине на вы же наверно тоже уже хотите столько со мной просидели про вот это протерпели и не увидеть концовку ну типа уже типа уже еще минут 5-7 ладно выключу по ходу подобрались мы виновникам происшествия виновникам происшествия я поглядим поход две полосы заняты ничего себе еще тысячи тысячи это кого-то на трех полоски на хорошей ровной дороге трехполосный шо-то случилось что же там случилось может какой-то олень выбежал или чё так вижу бусик бусик вижу на машине стоит ну лопнуло колесо на но бусика не знаю да что-то с бусиком случилось но морда расхерячена а женщина что что может она его подрезала а у женщины колесо лопнуло может на запчасть какую-то наехала все потеряли мы потеряли минут так 15 сейчас упало полчаса где-то вождения ну ладно 20 минут потеряли вождение пока не страшно 20 минут вождения и сколько мы там постояли минут 30 да все теперь посмотрим дальше там в Гамбурге смотрю жесть вообще там этот туннель походу перекрыли ну вроде нам не туда вроде мы туда не попадаем поэтому поэтому никогда не загадывайте ой будут дома сегодня рано еще пару таких пробочек и все но они не постоянные это я вот за 3 недели второй раз попал и то это еще такая слабенькая в то я именно стоял вчера мы ехали по такой забитой с шефом там проскочили ну потому что время важно во сколько если после 6 то уже уже нормально можно проскакивать а вот так утром с 7 до 9 до 10 вечером там с 4 с 3 вообще целый день можно попасть мне интересно классно сделано вам наверное не видно домики домики построены для примера то есть прям дома вот штук 20 целая территория разные и типа приходите смотрите мы вам такое построим офигенски прямо одноэтажные красивые с садом совсем пришел этот хочу посмотрим придется мне наверное тоже надо будет что брать платить всю жизнь кому-то другому 700 евро чем можно взять кредит и выплачивать эти 700 евро ну ладно это уже другая история все всем пока на телеграм подписывайтесь а может и не пока я не знаю а вот кстати пошла плохая дорога питонка вот сейчас будет вот так колбасит постоянно